И вот предположим, что Судзуки и Мао Асада становятся первое-второе, первое-второе, и получается они выходят в финал, там уже Эшли Вагнер это три, а сейчас остается три места. Кира Корпи, Юлия Лепницкая, и на самом деле у Итухтамышева есть шанс на финал и гран-при, если Завадский займет третье место и ниже. Ну, скажем так, он и произойдет, будем ждать. Ну, сейчас Стефани Бёртон и Андрей Хоторик в самом финале первой половины, первой половины гал-концерта после трофеи Ригмон-Парк. Знаменитый танец из кинофильма «Грязные танцы», они уже в этом сезоне показывали свой показательный номер, у них очень здорово получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, Стефани Бертон-Ондре Хоторик, выступающий за Италию. Сейчас тренируются они в Милане и в Детройте. Франко Бьянкони и Джейсон Данжен работают с ними. Комментируют Крылова. И, вы знаете, они, скорее всего, будут первыми запасными в финале Гран-при, потому что по общей таблице, скорее всего, займут седьмое место. Сейчас они шестые, но как раз на НИЧКе и Трофе главными претендентами даже на победу будут Вера Базарова и Юрий Лорионов. В нашем будет даже достаточно занятие второе место. Они все равно будут в финале в Сочи. Все это чуть-чуть подвинется на одну строчку. И тогда получается, что Кейди Дэнни и Джон Куклин, у которых 22 очка, они, по идее, шестые будут, поедут в финал. А Двертон Хоторик будут первыми запасными. Жалко, да? У них 22 балла, у американцев 22. Но все-таки американцы едут по общей сумме. У них лучший результат. Хотя итальянцы очень неплохо выступают в последнее время. Ну что же, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшой антракт, камерская пауза, но далеко не уходите, потому что мы сейчас с вами посмотрим лучшее выступление одиночнику здесь, на Трофе Эрик Бомпард. Пока будут готовить лед ко второй половине сегодняшней шоу. Все краски Бундеслеги. Юбилейный 50-й сезон. Шикарные стадионы.